Вообще республика и город в целом за последние несколько лет, как птица феникс, из пепла все возрождается и медицина правительственной республики уделяется особое внимание развитию именно онкологической службы. Так, в 2015 году открыли республиканский онкологический диспансер, именно хирургический корпус зафункционировал, и руководство диспансера в лице Сулейманова Эльхана Буваевича, главврача, уделяется особое внимание подготовке квалифицированных кадров, в виде направления их на обучение ведущей вузы страны, участия в конференциях подобного рода. То есть все направления онкологии, они развиваются по всем нозологиям. Онкологический диспансер оснащен вообще операционно, оснащены по последнему слову техники, посещая различные операционные даже ведущих наших таких учреждений по онкологическому профилю. Я обращал внимание на то, что у нас оборудование в этом плане лучше. И я, в частности, занимаюсь проблемой онкологии и планирую развивать реконструктивную пластическую хирургию молочной железы. С этой целью приглашаются и специалисты в Грозный, проводятся научно-практические конференции. В прошлом году с участием докторов из института имени Герцена была первая конференция научно-практическая. В этом году тоже в апреле 20-х числах планируется еще одна конференция проведения и с проведением мастер-классов. У нас в республике есть проблема, вводят вазелин с целью увеличения молочной железы, с целью увеличения молочной железы. Видимо, они хотят афишировать, что они легли в больницу для этой процедуры. И в кустарных таких съемных квартирах под видом косметических салонов калечат этих женщин. В прошлом году компанией Клавер Мед были предоставлены экспандеры и импланты бесплатно. Мы прооперировали четырех женщин. Также, благодаря именно компании Клавер Мед, я был участником в недавно прошедшем митинге в Барселоне по реконструкции пластики молочной железы. То есть в этом плане, в плане образования мне тоже очень помогает именно Клавер Мед. Ну, принцип «хорошо там, где нас нет», он себя не оправдывает в настоящее время. Помощь и высокотехнологичная, в том числе, оказывается у нас дома, хирургическая, я имею в виду, и хирургическая, и химиотерапия. Здесь запустили радиологический корпус, то есть теперь необходимость выезжать для проведения лучевой терапии за пределы республики тоже нет никакой. То есть все оказывается у нас на месте. Получил ретрактор со светодиодом, опять же, от вашей компании экспандер первый, и по приезду домой первую реконструкцию сделаю. Редактор субтитров А.Семкин